Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова При определении сроков в профильном департаменте руководствовались научными и метеорологическими данными. Кроме того, была собрана большая выборка мнений и позиций жителей региона и глав поселений по вопросу сроков, рассказал Альберт Чабдаров. В рамках весенней охоты жители региона смогут добывать водоплавающую дичь. По одному разрешению предусмотрена добыча не более 20 гусей и казарок, а также 20 селезней. Напомним, весенняя охота осуществляется в течение 10 календарных дней. После того, как нормативно-бравой акт об утверждении сроков весенней охоты будет официально опубликован, в профильном департаменте начнут принимать заявления на выдачу разрешений на добычу пернатой дичи. В бюджете Ненецкого округа скорректируют расходы на подготовку к осенне-зимнему периоду. Такое решение принято на заседании Депутатской комиссии по экономической политике и бюджету. Парламентарии обсудили первые в этом году изменения в окружной бюджет. Одним из важных вопросов стала подготовка к осенне-зимнему сезону. В частности, выяснилось, что на подготовку КЗП в регионе финансирование уменьшено почти на 39 миллионов рублей. Снижение финансирования связано с несоответствиями в порядке подачи заявок от Заполярного района и города в Департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта. Депутаты рекомендовали учесть эти суммы при внесении изменений в окружной бюджет. Это произойдет в июне, отметила председатель профильной комиссии в региональном парламенте. Она отметила, что в профильном департаменте согласны с несением соответствующих изменений. Жители Заполярья, вернувшиеся со срочной военной службы, могут получить единовременную денежную выплату. Молодые люди, окончившие службу в ноябре-декабре 2020 года, могут получить единовременную выплату в размере 13 тысяч рублей. Заявление можно подать до 1 июня этого года. Из документов необходимы копия военного билета и паспорта, ИНН, СНИЛС и реквизиты лицевого счета. Оформить заявление можно в администрации муниципального образования или в администрации района. Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 4-72-16 в будние дни с 8.30 до 17.30. Спортивный игровой кластер по улице Строительный и детская площадка в районе детского сада «Радуга». Эти проекты стали победителями рейтингового голосования за приоритетные объекты для благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». Эти объекты и благоустройства жители округа выбирали в прошлом году. В голосовании приняли участие более 7 тысяч человек. Согласно протоколу счетной комиссии, спортивный игровой кластер в районе улицы Строительная набрал 2866 голосов, детская игровая площадка – 2575. Контракты на обустройство обеих территорий по итогам электронных торгов заключены с компанией «Политрейд». Работы начнутся в начале строительного сезона и должны быть завершены до 30 сентября текущего года. На спортивном кластере подрядчику предстоит сделать наружное освещение, ограждение, пешеходные дорожки, автомобильную стоянку, игровую зону, зону спортивного оборудования, безопасное покрытие, места отдыха, урны и озеленение. Стоимость работ порядка 20 миллионов рублей, из которых 5 – средства федерального бюджета. Что касается детской площадки, то здесь также установят наружное освещение, ограждение, пешеходные дорожки, подъезды, парковки, игровые зоны, зона для занятий спортом, безопасное цветное покрытие, места для отдыха, урны. Также будет выполнено обустройство газонов и озеленение. Стоимость контракта – почти 20 миллионов рублей. По итогам голосования парковка до пересечения улиц Швецова и Сущинского, общественная территория по улице Рыбников, а также зона отдыха в районе метеостанции будут благоустроены в 2022 году. Выбирать объекты, которые обустроят в 2023 году, жители округа смогут с 26 апреля. Это спортивно-игровые площадки в районе дома номер 34 по улице Первомайская и в микрорайоне Старый аэропорт, а также прогулочная тропа в Сахалинском лесу. Голосование будет проходить на едином федеральном портале 83.городсреда.ру Жители Ненинского автономного округа могут стать участниками ежегодной всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». Она пройдет с 19 по 26 апреля. В рамках акции жители смогут принять участие в благотворительном сборе лекарств и кормов для бездомных животных, которые организует ресурсный центр добровольчества Ненинского округа. Также на Ринмарце могут самостоятельно организовать сбор вещей для малоимущих семей, провести субботник или оказать помощь пожилым одиноким людям. Если у вас есть идеи доброй акции для региона, но вы не знаете, как ее организовать, вы можете обратиться в ресурсный центр добровольчества. Все интересующие вопросы по поводу «Весенней недели добра» вы можете задать по телефону 601-88. Редактор субтитров А.Семкин